приветствую сбу открыла уголовное производство в отношении фарион после вот того знаменитого интервью в котором она рассказывала о том что люди разговаривающие на русском языке в украине это неправильные украинцы и в итоге дошла до того что даже те украинцы которые защищают нашу страну сейчас да на передовой на нуле ценой своей жизни обеспечивают нам мирное существование что даже они не украинцы ну честно вот вы скажете а чё ты сейчас ржешь а я не знаю честно но это вот просто какая-то такая защитная реакция нервной системы потому что но мой мозг вот он не может всерьез это произносить невозможно всерьез это воспринимать ну как ну как можно сказать человеку который там не спит не ест рискует жизнью для того чтобы ты сидел там в тепле в добре и в мире сказать ему что он неправильный украинец ну честно у меня это просто не укладывается вообще в голову ну язык не поворачивается это произносит даже сейчас я цитирую это но вы видите что со мной происходит ну я не могу это нормально произносить но панифарион может вот она может она ли все нормально все классно все хорошо и я очень рад вы знаете кто-то сейчас я видел в сети пишут что то это договорняк это из был там специально все не я не думаю я думаю что просто вот она дошла до края потом ну вернее так до края она давно дошла а уже переступила край и конечно краем было то что она затронула военных и я вы знаете я вот в каком-то смысле рад что она вот переступила вот эту грань почему потому что вот наконец-то мы увидели точку сопротивления цивилизованного государства потому что раньше мы видели видео где государство выходила и говорила там по вопросам русского языка а и какие плохие русскоязычные там кто-то появлялся заставлял извиняться людей за то что они там разговаривают за то что там песни поют на русском языке и вот это было мне кажется не очень цивилизованно и плохо что государство на это не реагировала и вот наконец-то мы увидели вот ту что называется красную линию которую переходить нельзя и наконец-то пошла обратная реакция и неважно там посадят не посадят сейчас мы поговорим вообще статьях если там такая санкция могут ее в принципе посадить но для меня в этой ситуации важно то что государство наконец-то начало реагировать и и сбу начала на это реагировать и вообще я им честно вот в этой ситуации просто ставлю миллион лайков почему потому что я много раз говорил когда публичное лицо начинает разделять людей по языковому принципу это значит что этот человек он работает против украины ну а других объяснений у меня нет то есть если ты граждан украины пытаешься столкнуть между собой на основании того что они разговаривают на разных языках ты работаешь против украины ты не хочешь чтобы в украине украина действительно была сильная страна сильная страна она может быть только когда единая когда граждане украины воспринимают себя ну вот каким-то единым целом независимо от того на каком языке кто разговаривает и да кстати ну сразу оговорюсь я сторонник того что есть закон и есть стране государственный язык и этот государственный язык понятно там в госорганах в сфере управления считаю абсолютно в принципе нормальным здесь нет понятно против любой идеи можно найти аргументы но давайте исходить из того что мы все-таки вот пока еще государство строится по национальному признаку и у нас та же самая история есть язык есть основной язык из государственный язык и вообще я не вижу проблемы в том что когда я прихожу в суд я разговариваю государственную мову это абсолютно не проблема лекции в университете звездно проводим государственную мову практичные семинарские занятия не важно звездно государственную мову и это нормально абсолютно но я могу общаться и российской мовы почему потому что это моя родная мова ну вот так это родной мой язык можно говорить сколько угодно что я там неправильный не перешел и все такое но вы не можете отменить того факта что это мой родной язык ну вот все и точно так же миллионы граждан украины миллионы то есть нас же не единицы нас миллионы и это наше право и понятно что люди говорят вот мол русский язык ваше родное почему потому что россия столетиями там проводила русификацию ну пусть так я же не спорю с этим но вот вопрос а что это меняет ведь это не отменяет того фактор что я там мои родные ваши родные в свое время стали там на каком-то этапе скажем жертвой этой русификации и все и для них стал этот язык родным ну и все ты это же вот она в тебя уже у тебя артикуляция языка другая вы понимаете не в этом же проблема проблема в том давайте честно скажем но вам все равно на каком языке общаться мы общаемся не сколько раз там ездил на западную украину общался с людьми западной украины и и что мы нормально общаемся я на русском они державную вообще проблемы нет проблема начинается только тогда когда в этот вопрос вмешиваются политики и начинают нам рассказывать что человек который не на том языке на котором ты говоришь это неправильный человек и вот этих политиков нужно привлекать к ответственности и из был совершенно правильно сделали что показали хватит хватит достаточно вот этих языковых скандалов языковые скандалы только разрушают украину абсолютная деструкция абсолютная и очень хочется чтобы с был и другие правоохранительные органы вот также быстро реагировали и жестко быстро и жестко реагировали и на другие случаи когда вот да кто-то из политиков неважно там какого уровня поднимал вопрос о таком языковом расколе скажем тогда и привлекали соответственно этих людей к ответственности то есть чтобы это не просто знаете были уголовные дела а чтобы потом был суд да понятно это уже зависит не от там сбу и полиции дбр и так далее потому что суд он независим в этом вопросе но хочется чтобы и суд давал надлежащую оценку и не допускал раскола граждан украины по языковому принципу тем более но вот вдумайтесь как можно в состоянии таком котором мы находимся до когда у нас идет война с соседним государством вообще раскалывать людей тут надо делать все чтобы их объединить все надо сделать чтобы их объединить потому что ну не знаю блин громко сказано будет ну в единстве наша сила если мы друг с другом будем ссориться из-за языка ну ничего же из этого не получится теперь другой вопрос вопрос уголовной ответственности давайте же разберемся с тем а могут ли фарион посадить за данное правонарушение давайте посмотрим по каким статьям возбудила уголовное дело и сбу и для этого нам нужен конечно же уголовный кодекс украины смотрим первая статья по которой начата уголовное производство статья 161 порушение равноправности грамотян залежно вид их расовой национальной и региональной належности религийных проконаний инвалидности то за иншими ознаками и вот здесь мы видим санкцию и здесь она начинается от штрафа в 200 необлагаемых минимумов то есть 3400 до 3400 гривен ну и далее мы видим что ограничение свободы на срок 5 лет или лишение свободы на срок до трех лет то есть здесь санкция даже по минимуму предполагает возможность лишения свободы дальше смотрим следующую статью 163 нарушение тайныц и листувания телефонных размах телеграфную чинчу и корреспонденции еще передаются засобам известку здесь как мы видим вот такая санкция да со обмежением воли до трех лет то есть есть возможность кстати вот 163 статья это же в связи с тем что она опубликовала персональные данные парня которого потом в крыму приняли там и тоже было видео с извинениями дальше сто восемьдесят вторая статья здесь тоже смотрите незаконное сбирание сберегания выкористания зныщения поширен не конфиденцийной информации про особу абон и законно зми на такой информации здесь до трех лет тоже ограничение свободы возможно до трех лет ну и последняя статья самая жесткая скажем так где самая жесткая уголовная ответственность образа чести и гидности висково-службовца погроза висково-службовцу ну и здесь как раз вот подходим к тому вопросу а что же будет за то что она сказала что вот эти граждане украины которые защищают украину они неправильные украинцы немножко да и вот здесь мы смотрим здесь какая санкция обмежение воли на строк вид 3 до 5 рокив а баба сбавленя воли на той самый строк то есть от 3 до 5 лет она может получить по этой статье и так как мы с вами увидели фарион может получить реальный срок вплоть до лишения свободы сроком на пять лет понятно что скорее всего максимальный срок ей не дадут но мне кажется что было бы хорошо чтобы она все-таки получила наказание почему потому что человек который делит граждан своих своей страны по языковому принципу их заявляет об этом в публичном пространстве ну должен понести наказание и соответственно другие да вот это превентивная функция юридической ответственности должна бы тоже здесь работать чтобы другие видели что вот за такие высказывания привлекают к уголовной ответственности ну и думали о том хотят ли они быть привлеченным к уголовной ответственности и хочу сказать еще одну наверное удивительную вещь да специально говорю ее под конец видео чтобы она выглядела более удивительной фарион на самом деле говорит не такие уже плохие мысли но в целом но в целом вот если ее послушать а слушал же это интервью о чем она говорит на самом деле да она говорит о сохранении национальной идентичности о том что нужно сохранить не просто украинское государство нужно сохранить украинскую культуру нужно сохранить украинскую литературу поэзию язык как основу национальной культуры и вот когда она об этом говорит ты слушаешь и честно скажу вот послушайте ее интервью полностью и вы увидите что а контраргументов как бы нет она выступает на самом деле за хорошую идею и проблема в том что она выступает за хорошую идею в итоге делает такие заявления ну что просто не помещаются вот в сознании вот ну как то можно объяснить с двух сторон это либо она конечно свято верит и не понимает что она делает либо она это умышленно делает и вот у нее есть цель такая не очень хорошая ну а либо наверное есть еще какой вариант она политик и для того чтобы быть на плаву в политическом смысле она и делает вот такие заявления потому что на самом деле если бы она не делала таких громких заявлений мы бы никогда не узнали о том кто такая фарион по сути да ну широкие массы об этом бы не узнали но благодаря вот этим громким ее заявлениям мы знаем другой вопрос по мы знаем ее получается не с лучшей стороны хотя на самом деле я говорю же вот послушайте забудьте что это фарион послушайте что она говорит она говорит правильные вещи но в итоге знаете вот как она бросает вот она тебе говорит ложь вернее ложку бочку меда а потом кидает туда ложку дегтя которой все портит которой просто все портит и ну вот это я не знаю плюс и и минус сознательная либо бессознательная позиция позиция просто политика который хочет быть на плаву непонятно но тем не менее вот вы удивитесь да я же русскоязычный но в каком-то смысле мне хочется здесь защитить фарион потому что она в большинстве своем говорит правильные мысли а это я не хочу сказать что из-за того что она говорит там правильные мысли да нужно освободить ее от ответственности за неправильные мысли нет здесь как раз бы она была хорошим таким показателем если бы ее привлечь к ответственности это было бы вот хорошо показательно для всех тех кто рассказывает что русскоязычные в украине это неправильные люди на этом у меня все если вы разделяете мои мысли ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и я вам желаю удачи благополучия и конечно же мир пока пока